Друзья, здравствуйте! С вами Александра Кайгородцева и канал Секреты Загородной Жизни. Я продолжаю работать без микрофона, у меня идет дождь, но я очень надеюсь, что вам меня будет слышно. Планы были у меня сегодня такие, показать вам туман, как он работает, были такие вопросы, но муж полностью в работе, некогда ему помогать мне с этим делом, поэтому по туману снимем видео чуть позже. Еще в планах было снять отделение многолетников, знаю, что тоже вопрос актуальный для многих, да и сейчас самый-самый сезон, но на улице дождь, поэтому мы с вами сегодня поговорим о петунии, и мы наглядно посмотрим, чем же отличаются друг от друга гибриды. Ну вот, например, два белых, да, ну видите, насколько они разные. Я вам покажу все цветущие кустики и назову каждый гибрид по имени. Начнем с того, что здесь у меня исключительно семенная петуния, здесь нет ни одной вегетативки. И вся эта петуния каскадная, каскадно-ампельная, ампельная, в чем же разница? Ну, по большому счету, это обозначение петунии, которое образует такой каскад, которое может свисать или использоваться как почвопокровное растение, а вот каскадная или ампельная, это уже степень вот этого вот пышного фонтана, который не спадает из кашпо. Зимой я снимала ролик о петунии, как раз о том, чем же она отличается, и рассказывала о том, что она бывает многоцветковая и крупноцветковая. Ну, вот здесь как раз наглядный пример. Если цветочки маленькие, то их очень-очень много, и образуется сплошная такая шапка. Если цветы крупные, их на самом деле не обязательно будет меньше. Крупноцветковый гибрид это Easy Wave White. Посмотрите, как он прекрасен, я другого слова подобрать не могу. Как аккуратно и хорошо раскладывает свои цветочки. Желтая серединка тоже добавляет нотку нарядности. Я думаю, будет интересно, если высадить эти растения рядом, то есть в два разных кашпо, и посмотреть, насколько они будут отличаться по форме. Ну, и в целом сочетание, я думаю, будет интересно. Крупный цветок и мелкий цветок рядышком. Желтая петуния. Среди семенных петуний очень ярко-желтых оттенков я не встречала. Таких, например, как у бархатцев, как у череды. То есть всегда это какой-то градиент, это прожилки, это переходы, желтая серединка. Такие деликатные пастельные цвета. Ну, давайте посмотрим, что же здесь. Здесь у меня два кустика. Это Opera Supreme Lemon. Немножко отличаются по оттенку. Ну, в чем может быть причина? Может быть, это все раньше зацвело. Может быть, такое небольшое расщепление внутри серии. Дальше, Arabel. Серединка яркая, но не очень большая. Цветов должно быть много. Дальше, Angeline. Очень яркая серединка. И Easy Wave Yellow. Самая яркая середина из тех, что есть у меня в наличии. Полное цветение будем смотреть летом. Все это обязательно высажу в большие кадушки. И будем смотреть уже потом на взрослые растения. Но это позже. Синие и голубые оттенки. У меня их немного. Всего два. Вот такой красивый, классический чернильный цвет. Он, конечно, хорош. Но лично я предпочитаю более светлые. Мне кажется, они в саду светятся. Даже вот вечером или рано утром, когда выходишь в сад, они сияют. Итак, это Florence. А вот этот голубой красавец. Easy Wave Blue Sky. Я думаю, с ним будет очень красивое сочетание с каким-то нежно-розовым цветом. Красных петуний у меня так же, как и синих. Совсем немного. Чуть-чуть сделать какие-то акценты. Основной цвет в саду у меня в этом году будет розово-желтый. Итак, два гибрида. Адель с желтой серединкой. Очень люблю такие двухцветные гибриды, сорта. По мне, они самые-самые интересные. И здесь у нас Вителия. Вителия также с цветной серединкой. Есть один светло-сиреневый экземпляр. Тоже уверена, вы этот гибрид узнали. Это Easy Wave Silver. С фиолетовой серединкой. Сам же цветок нежного, красивого цвета. Нежно-розовые. К ним я знаю предвзятое отношение. Но какие-то они невзрачные, какие-то они никакие. На самом деле, я вот эти гибриды высаживала в прошлом году у себя в саду. И они привлекали внимание всегда самыми первыми. Потому что они нежные. Они замечательно вписываются в ландшафт. Замечательно сочетаются с другими растениями. Не перетягивают на себя все внимание. Ну, давайте познакомимся. Кто же здесь? Это Амора Мио. Это Жозефина. И Николь. В саду они чуть ярче под естественным солнышком. Но при этом все равно остаются нежными. Без перчаток. Работать с петунией, конечно. То еще удовольствие. Руки потом отмывать. Листья липкие. И к ним сразу же прилипает разный ссор. Ну, ладно, отвлеклись. Давайте теперь посмотрим на классические ярко-розовые, неоновые, розовые сорта. Я думаю, что здесь вот на первый взгляд можно сказать, что они похожи. Но обратите внимание, серединки разные. Где-то отличается оттенок. При высаживании в больший объем будет отличаться форма куста. Но все это мы увидим чуть позже. Пока давайте пройдем по расцветкам. Изи Вэй в Пинк Космо. Очень красивый оттенок. И вот здесь я вижу, камера замечательно его передает. Плюс прожилки. Изи Вэй в Пинк Пейшн. Чуть светлее. А здесь вот уже оттенка не видно. Он более коралловый, наверное. Дальше. Переходим к ярко, к неоново-розовым. Фиона. Элоиз. Больше в фиолетовую сторону. Жаклин с красивой белой серединкой. И Ирен. Тоже белая серединка. Но смотрите, какая она свежая. И она совсем не такая, как, например, у Жаклин. Здесь присутствуют еще прожилки. И все это будет сказываться, вот когда мы будем смотреть на целый цветущий куст. Эта разница будет очень заметна. И вишенка на торте. Именно этот оттенок я планирую использовать больше всего в саду. Планирую засадить часть грядок вдоль газона, чтобы получить вот такое обрамление. Именно этим сортом. Чем же мне он нравится? Во-первых, вот такой красивый, необычный цвет. Он розово-коралловый. Здесь цветная серединка. Бело-желтая. Плюс еще тонкие штрихи. В целом, я думаю, картина будет замечательная. Это у нас Изи Вейв Рози Дон. Цветочек пока только один, потому что растение набирает массу. Растет в кашпо 4,5 литра. Ну и это растение я еще нещадно черенковала. Поэтому у меня их будет много. Вот такой спонтанный обзор у меня получился. Надеюсь, это видео было для вас полезным, было для вас красивым. Обязательно оставьте комментарий, какая петуния вам нравится, понравилась здесь больше всего. Вот на меня сейчас смотрит именно вот это белое. Ну какие же красивые у нее цветы. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на нас на других площадках. Это Дзен, это ВКонтакте, Телеграм. И всего доброго. До скорых встреч.